Сегодня я хотел бы обсудить с вами некоторые новости о пункте Майнхантинг, поговорить про дату выхода, обсудить с вами стоимости, самое главное поразмышлять вместе с вами как, где и когда уже нам всё это подвезут разработчики. Наливайте себе чаёк, потому что будет интересно. По порядку, новость номер один, релиз игры, к сожалению нам не завезли точную дату релиза, но не спешите выключать, я понимаю, что это самое важное, что хочется услышать, но давайте я немного расскажу вам, хоть про несколько вещей, чтобы мы могли с вами хоть как-то прикинуть примерно, что будет дальше и как продвигается вся разработка игры. По чуть-чуть, очень не спеша, появляются какие-то скрины, какие-то маленькие видео анимации животных, чтобы комьюнити хоть как-то понимало, что происходит сейчас с этой игрой. И честно говоря, я когда смотрю на это всё, я просто восхищаюсь. Тут как будто каждая морщинка на теле животного двигается, я делал как-то информативный ролик про эту игру и то же самое говорил и там, но не обратить на это внимание ещё раз я просто не могу. Анимации меня просто поражают, как же хотелось бы, чтобы геймплей всё-таки не подвёл. Ну и конечно же общее, что очень важно в таких играх атмосфера. Известно, что разработчики ещё имеют проблемы с первым лицом. Как оружие будет держаться в руках, как будет работать анимации перезарядки, всё это ещё нужно доработать. С одной стороны, это хороший знак, вместо того, чтобы выпустить игру от которой будет пола ошибок и проблем, разработчики хотят убедить, что игроки получат качество. Ну хотя бы нужно на это надеяться. Номер два новость, это трейлер. Если бы хоть трейлер был, нам бы было как-то легче наверное ждать, а сейчас любопытство и нетерпение поедает нас изнутри. К сожалению, трейлер тоже задерживается, разработчики сталкиваются с проблемами в первом лице и ищут хороших актёров для дубляжа на разных языках. Качественный трейлер может повлиять на продажи игры. Но, конечно, я хотел бы увидеть трейлер как можно скорее, как, наверное, любой из нас. Разработчики заявили, что трейлер будет содержать геймплейные и кинематографические видео. Причём, кинематографические кадры будут взяты с игры, они разработаны специально для трейлера. Это замечательная новость, потому что мы увидим реальную игру, а не просто куски, которые кто-то собрал для трейлера с помощью каких-то видеоредакторов и эффектов. Очень круто, что всё-таки увидим сам геймплей в трейлере. Очень важно понять, как персонаж двигается, как взаимодействует с окружением, как животные себя ведут и так далее. Только на кино далеко не уедешь. Они это прекрасно понимают. Это хорошо. Какова будет цена Ultimate Hunting? Цена этой игры пока что не была официально объявлена, но мы можем сделать некоторые предположения. Исходя из того, что игра находится в разработке уже долгое время и что проектом занимается небольшая компания разработчиков, можно предположить, что цена будет примерно в диапазоне 30-50 долларов. Но опять же, для каждой страны цена будет всё равно отличаться. Однако, если игра будет иметь множество функций, дополнительных режимов и особенностей, цена может быть выше. Также цена игры может быть выше, чем у большинства независимых игр, так как игра будет иметь, как мы все надеемся, большой потенциал и множество особенностей, которые будут представлены только в этой игре. Не стоит забывать, что разработчики должны получить свой заработок за годы работы над игрой, поэтому цена может быть выше, чем у других игр. Однако, опять же, если цена будет очень высокой, это может отпугнуть потенциальных покупателей, поэтому я считаю, что цена должна быть разумной и соответствовать качеству и функционалу игры. Как я уже сказал выше, пока что нет официальной даты выпуска игры, но она должна быть готова к релизу в ближайший год-два. Разработчики уверены, что игра будет готова в ближайшее время и они будут рады поделиться с нами новостями о релизе, как только они их получат. Хотелось бы, чтобы игра была выпущена как можно скорее, но я также понимаю, что разработка игры требует много времени, особенно когда речь идет о небольшой команде разработчиков. Я готов ждать, если это значит, что мы получим качественный продукт, который станет новым шагом в жанре охотничьих игр. Я надеюсь, что разработчики будут держать нас в курсе событий и не будут терять связь с сообществом, которое и так сильно ждет релиза игры. Вот так, ребят. Я считаю, игра будет годной, просто нужно немножко подождать. Так, разработчики стараются, это как-то даже они показывают на своей страничке в фейсбуке, там постоянно кто-то появляется, какие-то посты, какие-то анимации, так что все нормально. Разработка игры идет, но идет, к сожалению, медленно, но ничего, мы подождем. А если будет какая-то новость, я сразу же вам сообщу, так что подпишитесь, чтобы не потерять. А я с вами прощаюсь, обнимаю, поднимаю, пока-пока.